Сделано в Вятке. Добрый день всем любителям истории родного города, края, области. Историческая программа «Сделано в Вятке» в эфире. Двина 13.07 в нашем городе. Меня зовут Владимир Сметанин. И надо сказать, что тема сегодняшней передачи зрела очень-очень долго. Мы просто не могли пропустить такой важный исторический повод, большущие события. Дело в том, что приближается столетие, столетняя годовщина Октябрьской революции. Совсем недавно все мы единодушно называли это событие Великой Октябрьской социалистической революции. Ну вот давненько уже многие произносят просто Октябрьская революция или Октябрьский переворот. И не нужно еще и забывать о том, что в феврале 1917 года тоже была революция. И это тоже имело свое отражение у нас тогда в Вятке. И вот на эти две темы в честь столетия этих событий мы сегодня будем разговаривать, ну, во-первых, по традиции у нас в студии Евгений Питунин, историк, краевед, руководитель музея Вятского госуниверситета. Евгений Альбертович, добрый день. Здравствуйте. Серьезный вы сегодня. Настроенный на революцию. Да. Ну, мне бушует революция сегодня, но тем не менее. У нас спокойно сто лет спустя. И Павел Шарабаров, кандидат исторических наук, доцент, заведующий научно-исследовательским сектором Кировского областного краеведческого музея. В общем, историк тоже, специалист как раз по этим темам. Да, да, добрый день. Павел, добрый день. Добрый день. Ну, тут, видимо, Евгений Альбертович сегодня тоже будет какие-то вопросы, может быть, подкидывать, да, для обсуждения. Попытаемся. Дискуссионные какие-то вещи. Ну, вот, я тоже выпускник исторического факультета, не первый раз уже об этом говорю, и как-то принято было считать, что всегда нам говорили, что основные события революционные, они всегда в столице происходили, а в глубинке, в том числе у нас, в Вятке, ну, это все с запозданием приходило и менее как-то активно. Да, Павел? Все таки есть? Эта точка зрения, она сохраняется? В какой-то степени она, конечно, имеет право на существование, но нужно понимать, что, да, события происходили с запозданием. Ну, давайте вот как раз с февраля 17-го года. Да, 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 про февраль известно, что революционные события основные начались в Петрограде 21-23 февраля с выступления петроградских рабочих и переросло уже затем в настоящую революцию и в дальнейшем привело к отречению Николая II. В Вятской губернии... Матильда, кстати, вчера вышла. Тоже перекликается. В Колизее дверь развили, один сумасшедший нашелся. Ну, хорошо, не будем отвлекаться. Аккуратно достаточно. Так вот... Актуальность темы еще раз подчеркну сегодняшней. Ну, здесь можно сказать, что довольно быстро слухи до нас дошли. Нужно понимать, что Вятка — это крупный железнодорожный узел. Ну, существовало телеграфное сообщение. И первые слухи о революционных событиях в Петрограде стали доходить до Вятки уже 25-го февраля. Но они не были никак не подтверждены, не опровержены. Вскоре 27-го февраля... А какого рода слухи-то, кстати? Что там? А слухи, что что-то заводилось. Что что-то произошло. Да, что-то заварилось. Кто там куда-то восстал и пошел. Ну, о выступлениях. Еще нужно учитывать вятский менталитет. Мы склонны усугублять или приукрашивать. Ну, какие-то точных данных у нас нет, потому что источников не так, к сожалению, много. Но известно, что были какие-то слухи. Но город не бурлил еще. Нет, нет, что вы. Вообще Вятская губерния была довольно спокойная, если не считать там ижевских заводов, которые некоторые были в выступлении в январе и феврале. И 27-го, ну, стало уже понятно, что-то не то, потому что телеграфное сообщение было прервано с Петроградом, а это означало, что случилось что-то серьезное. И первые телеграммы о революционных событиях, то есть о свержении, в первую очередь, правительства и образовании исполкома Государственной Думы стали поступать в вятку 1 марта. И они, естественно, дошли до нашего губернатора Николая Андреевича Руднева. Но он, так как больше ничего дополнительного не был, ну, можно сказать, положил их под сукно. Не поверил? Да нет, почему не поверил? Ну, представьте... Или авось пройдет, забудут. Ну, возможно, ну, понимаете, что подобные сообщения могли действительно привести, ну, иметь эффект бомбы, да? Еще в памяти были события 905-го года. Погромы, бунты, и не следовало бы, чтобы все повторить. Ну, я подчеркиваю, 1 марта пришли сообщения о свержении правительства. А вот в каких формулировках это доносилось? Какие слова звучали именно? Свержение? Звучало свержение? Да, конечно. Восстание? Да, произошло восстание. Образовался исполнительный комитет Государственной Думы, который берет власть в свои руки. Тогда уже было понятно, что государственные перемены важные очень происходят. Ну, какие-то перемены. 2 марта пришли сообщения о отречении Николая II. Но только пока об отречении Николая II. И, опять же, по телеграфным лентам дошли до нашей, одной из основных либеральных газет Вятской речи, хотели опубликовать, но пришли полицейские и запретили их публиковать утром 2 марта, мотивируя тем, что нет разрешения у губернатора. То есть на тот момент довольно узкая группа людей знала, да? Да, да, да. О том, что произошло в столице. И, опять же, по слухам, потому что надо понимать, что было довольно большое движение из Петрограда, в том числе и люди сообщали из Петрограда, там около двух-трех суток ехать, и говорили, что вот подобные события. Но в конечном итоге 2 марта же экстренный выпуск газет вышел, где были опубликованы данные телеграмма. Но в телеграммах сообщалось только о свержении правительства. То есть это уже, конечно, большой эффект произвело, и многие понимали, что этим не закончится. И действительно, да, вскоре уже стало известно о свержении, о отречении Николая II. И интересно, что у нас в это время заседала Городская дума, и сохранились протоколы заседаний, где они говорили, что со дня, точнее даже с минуты на минуту, должен прийти манифест нового государя. Очень волновало, в общем, происходящее. Да, думали, что Михаил Александрович придет, но это, конечно, привело к тому, что началось некоторое брожение среди войск. Вы сами понимаете, что... Вятского гарнизона? Да, Вятского гарнизона. У нас в городе находился довольно крупный 106-й запасной пехотный полк. Ну, по некоторым данным, до 10 тысяч человек, представляете? Это очень солидное формирование, конечно. Это очень много, потому что у нас в городе около 40 тысяч человек всего жило. И сами понимаете, что в подобной ситуации человек с ружьем играет очень-очень большую роль. И опять же шла война, поражение. И в это время уже, кстати, попытались большевики несколько. Что удивительно, кстати, у нас большевиков... Проявить себя. Проявить себя у нас... В принципе, большевиков-то было там пару-тройку десятков в то время, почти в трехмиллионной губернии. Но был будущим знаменитый историк, профессор Кучкин. И он попытался эту ситуацию взять в свой оборот и... Использовать ее. Использовать, да. Ну, маленькое такое мини-восстание против офицеров. Но офицеры сами, увидев, что губернатор довольно спокойно отнесся к этому, к образованию, затем уже временного правительства, то сами сказали, пожалуйста, выходите. Вышли на плац у загородного сада, помитинговали, и Кучкину не удалось. Забегая немножко вперед, Руднев скоро сложит полномочий. Вот если дословно цитировать, лидер большевиков тогдашнего времени, Михаил Попов, в честь которого улица названа, не путайте, не в честь изобретателя радио, а в честь вот именно этого Попова. Вот я вчера прочитал, он цитировал, спрашивает, сколь рабочих в Вятке, 500 человек, сколь верных, большевиков, ну, человек 20. Вот подумайте, город 40 тысяч, 20 большевиков, стремистская партия, без явных лидеров. Говорят, что революцию делали землемеры, действительно были недоучившиеся землемеры, люди сомнительного происхождения, даже потом оказались... Революция Октябрьску уже имеем. Дувшие полицейские, вот. И вот 40 человек, они могли расшатать ситуацию в городе, но слухи упали на благодатную почву, потому что шла война, был дефицит товаров, дефицит продуктов, дефицит рассеянных. Люди страдали уже из-за происходящего. Люди были недовольны затянувшейся войной, слухи попали вот именно в тот момент, когда уже война была неактуальна, когда действительно люди устали. К тому же была масса, почувствовавшего переменные уголовного, полууголовного элемента, различные политические партии, которые решили использовать для своей выгоды эту ситуацию. И поэтому наложилось, с одной стороны, страх, не восприятие, не понимание, а с другой стороны, эйфория от грядущих перемен. Но это не была поддержка большевизма, это был общий революционный дух, когда выходили и гимназисты, и преподаватели, и даже священнослужители с красными бантами. И все кричали «Ура, ура, свобода, свобода!» и вот дальше. Это тогда уже появилась свобода? Ну не сразу, но уже, да. Ну не сразу, конечно, хотел сказать, что изучая источники, именно источники того времени, то есть документы, удивляет то единство абсолютно практически всех слоев населения в безумной поистине радости по, как тогда говорили, свержению самодержавия к отходу от старых. Люди поздравляли друг друга. Одно из таких рестоматийных примеров – это праздник революции, который прошел вообще повсеместно по всей стране у нас в губернатском городе 12 марта. 12 марта, да. И по некоторым данным в нем участвовало около 30 тысяч человек. Ну представьте, 40 тысяч. Напоминаем, примерно при 40 тысячах жителей Вятки. И вот как раз, если интересны лозунги, да, свобода, равенство и братство. Это и да здравствует учредительное собрание. Напомню, что именно учредительное собрание, да, почему правительство временным называлось, потому что… Ждали легитимных выборов. Да, да, да. Все партии, все предложения. Все было временно в то время. Да, мы не сказали, что Руднев, как раз губернатор 6 марта, передал власть председателю губернской земской управы Панькову. И в документе писалось, что временно передает. Временно? Да, вообще все было временно. Он остался здесь или уехал Руднев? Нет, Руднев сразу уехал. Уехал сразу. Да, конечно, хотя он в либеральных наших кругах, которые, в принципе, захватили власть в марте месяце, пользовался большим авторитетом. Известно одно из заседаний губернского и земского собрания, где довольно лестные отзывы ему давались, говоря, что это был одним из самых лучших губернаторов за последнее время. Но мы видим, что он, в принципе, не допустил, скорее всего, каких-то эксцессов. Выступлений таких. Да, конечно. Не допустил крови там, в том числе. Да. Кровопролитие. Вот как раз 12 марта известно, что почти весь город собрался на кафедральную площадь, это район современной стадиона «Динамо». Затем пошли по улице Московской, по улице Владимирской, это Карла Маркса, да, потом по улице Кукарской, это улица современной Красноармейской и Вышни на Александровской площади. Это большой очень квартал, район современного парка Гагарина. Филармония тогда. Да, филармония и так далее. И люди действительно были счастливы. Вот не могу избавиться от впечатления, что все это повторялось. Вот это же эйфория в обществе, это эжи, митинги, огромные демонстрации, площади людей. Все это было, было. И на моих глазах все это повторялось в 91-м году. Когда в Москве, по крайней мере, в меньшей степени. Когда, собственно, заканчивал свое существование Советский Союз. Почему-то у меня такие ассоциации, что в определенной степени примерно... Ну, народ не меняется, народ, он такой есть, все остается. Павел, я предлагаю немножко ускоряться, потому что у нас еще 20 минут, а нам еще октябрьскую нужно затронуть. Ну, еще вот один момент интересный. Вроде бы только что все любили царя, но тут же 7 марта, представляете, 7 марта во всех учреждениях были сняты портреты императоров. Абсолютно все. Уже 7 марта, кроме портрета Александра Второго. Потому что, ну, как освободителя. Освободителя, да. И это практически не встретило никакого сопротивления. Но известно, что в одном из лазаретов сестра Милосердия сказала, что не буду я снимать, а когда будет мое дежурство, я повешу этот портрет Николая Второго нашего государя. Так солдаты пожаловались, и в итоге эту сестру Милосердия уволили. О, осталось без заработки. А потом самые хитрые переворачивали, я помню, в фильме каком-то было, Ленин и императоры, чья власть-зависимость в кабинете. Да, я думаю, сейчас снимут в момент портреты, если заворужены. И так далее, в марте и в последующем месяце у нас тут преобразования тоже шли. Конечно. Конечно, здесь... Давайте основные моменты напомним. Ну, вот основные моменты... На предприятиях там и так далее. Преобразования главным образом заключались в том, вот как раз мы сказали в марте, что власть перешла, ну, земским органам. А затем, вот в чем, ну, как говорили, порочность была в той системе, что представьте, за такой маленький промежуток времени, маленькая, ну, можно сказать, кучка большевиков потом захватила власть. Было очень много обещаний, что да, мы, возможно, дадим землю, мы, возможно, решим продовольственный вопрос, ведем рабочий контроль. Это мы говорим об обещаниях сочей страны? Временного правительства, обещаний, соответственно, губернского комиссара, да, то есть, который представлял власть временного правительства. Ну, к сожалению, очень много оставалось как раз на этом уровне обещаний. А население было действительно очень усталым от войны. Надо понимать, что воевали уже почти три года. Страшная была, продовольственная ситуация. Еще царское правительство вело разверстку, вело карточную систему. Вот, например, на сахар. Сухой закон. И многие ключевые вопросы, они просто не получали развития, но в то же время, не надо в другую крайность входить, были изменения. Какие? Ну, например, в некоторых предприятиях водился долгожданный 8-часовой рабочий день вместо 11,5-часовой, который по закону был нечасто. Но, опять же, не везде. Например, в Сарапове. 11 работали потому, что часов, потому что война была как раз-таки? Нет. Нет, нет? Нет, нет, он был введен в конце 19 века. И то преподносилось как завоевание. А, все, все, понял. 11,5-часов, да, да, да. А знаем, да, что один из главных лозунгов революции 5-го года было введение 8-часового рабочего дня. Как раз мы многие как раз работаем, да, не понимая, что это действительно завоевание обогренной кровью. Важнейший вопрос был вопрос о земле, особенно вятке. 96% населения – это крестьяне. Почти 3 миллиона, 3 миллиона населения, 2 миллиона 800. То есть необходимо было отдавать, или, по крайней мере, как просили крестьяне, землю тем, кто ее обрабатывает. То есть от помещиков, несмотря на то, что более 50 лет как было отменено крепостное право, от церкви и так далее, и так далее. Этого не происходило. И это, кстати, приводило к тому, что чем ближе к осени, тем больше было анархических тенденций. То есть если… То есть люди переставали уже верить этим обещаниям временного уже правительства. Не совсем так. Вот очень хорошо и наглядно показан фильм по пьесе Шварца «Убить дракона». Помните, там, когда уже свобода, свобода… И пьеса начала создаваться у нас здесь. А понятие свободы доберет булыжник и в голову городовому тут же его бросают. Вот тот же самый. То есть этому Верховному Совету по управлению губернией, вот власть после губернатора называлась, приходилось столкнуться с тем, что и христиан, и мятежи в губернии. И здесь выступления алиментов. Особенно вот я замечу, что под осень пьяные погромы, в том числе солдаты, вот огромная бездействующая толпа людей вооруженных, которым нечем заняться, и которых не демобилизует, не принимает решения. Пьяные погромы солдат в Перми, в Сарапуле. И вот такой момент, который даже называли пьяной вятской революции 11 ноября уже 17-го года, вот Совет по управлению губернией, вынуждены были, боясь пьяных погромов, выпустить спирт из резервуаров, складов, склады на территории завода Рин нынешнего или вчерашнего. И вот этот спирт, он бежал по трубе в овраг, но не учли то, что вятка уже замерзла, осень была ранняя, и в районе вот нынешней лодочной станции образовалось огромное спиртовое озеро, длиной чуть ли не в две версты. Вот с утра, это в 7-8 утра, первые люди обнаружили спирт на ветках, и в итоге шевеление по городу, и практически все ломанулись с бидонами, фляжками, просто пить горстями, горстями, черпая все, кто мог. Власти уже с часом 11 осознали ситуацию, пытались поставить оцепление, вылили две бочи и дегтя, вылили, видимо, что-то из ассоциализационного обоза. Чтобы отбить охоту и желание хлебать. Да, тем не менее, город перепился, но большевики потом обвинили Верховный Совет в умышленном спаивании населения с целью беспорядков, хотя цель была изначально другая. Вот это, пожалуй, одно из самых значимых событий, которые предшествовали. Ушли вперед, давайте все-таки еще пройдемся до рекламы в течение 3-4 минут, какие-то основные процессы, которые предшествовали, октябрю напомним, или мы все уже так описали? Да нет, ну вот как раз нужно понимать. Люди разочаровывались, разочаровывались. Временное правительство, да, и, соответственно, губернские комиссары нашей власти, Вятского губерния того периода ждали учредительное собрание, которое должно было решить все вопросы. Чтобы проставило по своим местам все. Да, первоначально учредительное собрание хотели созвать в сентябре, затем в октябре, затем вообще на ноябрь все перенесли и позже. А людям-то нужно было уже сейчас решение. Сейчас, потому что после вот этого, этой весны опьяняющей поняли, что ну да, ну нет царя. Хотя не факт, что учредительное собрание могло, ну, так, и монарха поставить. Ну, это так. Не стало и полиции, не стало городовых на улицах, поэтому была создана дружина по охране, в которую вышли учащиеся и интеллигенты, но они не могли противостоять нарастающим беспорядкам. Ну, почему, потом милиция была создана, всего пару дней всего не было, а... Ну, рабочие не входили, они говорили, а нам нечего охранять, вот поэтому не шли особенно в дружину. Вот эти бесконечные обещания привели к тому, что люди сами стали решать. Это рост запастовочных движений, это рост числа погромов, то есть, ну, во многом геометрическая прогрессия стала увеличиваться летом-осенью. То есть, люди просто собирались и шли... Ну, конечно, крестьяне, например, хулиганить, мародерствовать. Ну, как хулиганить? Ну, я мягко говорю, хулиганить. Ну, да, 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 то есть, допустим, ну, лес, да, нужен лес. Раньше, что, ну, пойдем, помещичий вырубим, нужно сено, пойдем потравим и так далее. Вот это вроде бы мелочи, но они слагались в один, в один очень большой ком противоречия, который сложился, конечно, задолго до 17-го года. Народный кулак сжимался. Да, и это все было очень выпукло. Плюс... Против кого сжимался, это неизвестно. Против вот... А тогда уже было ясно, против кого? Против чего, да, против конкретных людей. Это не было движение за большевизм, это вот было просто недовольство вообще. Ну, нет, про большевиков тогда вообще никто не было. Да, и непонятно было, куда, во что это вылится, и кто попытается... Время партии эсеры были гораздо более популярны, была масса партий. Да, кстати, напомним, давайте в Вятке политическое пространство-то, кто тогда были игроки на этом поле? В первую очередь это эсеры. Если мы говорим о верхушке, это эсеры, меньшевики, энессы, то есть народно-социалистическая трудовая партия, и немного кадетов. Там Огнев, Юмашев, то есть это знаменитые люди, которые были на слуху. Ну, в первую очередь, это, конечно, эсеры, неонародники в крестьянской губернии, это естественно. Их платформа, так сказать, их база. Да, 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 да. Ну, как и повсеместно, где-то уже к осени все больше и больше стало появляться большевиков после Корниловского мятежа. И после того, как люди совсем уж стали недовольны, стало больше агитаторов. Но все равно их стало... Их было очень-очень мало, достаточно сказать, что у нас даже в Вятской губернии не было своей организации большевистской. Свои ячейки местные? Ну, ячейки были маленькие, там, ну, самые крупные. Ижевский завод 750 человек. Как сейчас отделят региональное отделение, как сейчас говорят? Не-не-не, первая, ну, знаменитая губернтская конференция большевиков РСД РПБ произошла в начале октября в Народном доме. Да, это вот коммерческий переволок сейчас. И вот только тогда, в начале октября, была создана небольшая губернтская организация. И интересно, что Губком стал базироваться в Глазове. Не в Вятке, там три человека было во главе с Иваном Васильевичем Поповым, все-таки улица Попового, названная в честь Ивана Васильевича Попова, улица Ивана Попова. Не Михаила. Да, не Михаила. То есть власть переехала просто-напросто, да? Нет, это не власть, а какие, это еще начало октября. Это просто вот одна из политических партий, которая стремительно набирала популярность, правда не у нас, а в центре, вот пытались как-то организоваться. Тут очень много проблем, много можно говорить, но один из самых активных большевиков того периода, наверное, на слуху там Вера Зубарева, да, молодая студентка, она уехала учиться просто в Харьков и другие тоже. И не осталось грамотных людей, просто большевики не выдерживали полемики, например. Да, ну представьте, там эсеры, многие были, ну если не с высшим, то средним образованием, люди грамотные, ну или то же самое Капустин Петр, один из первых наших большевиков, это ученик реального училища, ну который там, к сожалению, к счастью, кому как угодно не выдерживал. Давайте сделаем небольшую сейчас паузу, у нас реклама запланирована и уже ближе к событиям октября 1917 года, в Вятке вернемся. Да, по-моему, даже не на один эфир тема. Я понимаю, ну давайте хотя бы обзорную какую-то вещь сделаем, а потом можем начать углубляться, конечно же, и так реклама. Евгений Питунин, историк-краевед, руководитель музея Вятского госуниверситета и Павел Шарабаров, кандидат исторических наук, доцент, заведующий научно-исследовательским сектором нашего областного краеведческого музея. Итак, мы подбираемся уже ближе к октябрю 1917 года, я не зря поторапливаю, потому что времени у нас, к сожалению, я надеялся, что 100-летний юбилей вызовет интерес определенный событиям того года, но я ошибся. К сожалению, интерес где-то от нуля до погрешности. Вчера сидел до трех ночи в интернете, запросов практически нет. Но вот то, что удалось найти, я принес две книжки, на мой взгляд, одно из самых монументальных исследований, это Юрий Тимкин, «Смутное время» на Вятке, вот в 1998 году вышла книга, но практически сейчас все ссылки битые удалось найти плохой скан и книга, которая выходила очень маленьким тиражом в 91-м году, это записки, участник события Владимира Матвеева, называется «Разгон Савнаркома». Савнарком – это первый большевистский орган здесь у нас на Вятке после революции. Итак, октябрь 1917-го, Вятка, когда большевики уже пытаются организоваться более-менее, да, возвращаемся, давайте уже к этому переходим. Ну, здесь, если сумасшествует очень мало времени, ну, значит, октябрьская революция, 25-е октября, победа, да, и… 25-е, я напомню, по старому стилю, по юлианскому календарю, да, в Петрограде. Естественно, очень быстро дошли до нас эти сведения, в это время в Вятке заседала 59-я сессия губернского земства, и вот как раз во время этой сессии было решено образовать совет по управлению губернией Верховным, он стал позже, в конце ноября. Просто временный совет до того, как вот эта смута в Петрограде закончится. В главе опять же стал губернский комиссар тогда уже, Саламатов, затем известный трейдер. И, по сути, интересно, что на месяц у нас фактически образовалась республика под управлением совета, потому что, ну, не было… Они говорили, что подчиняются временному правительству, а временная правительство, хотя первоначально была в Гатчине, и как-то они пытались Керенскому что-то писать, но обратной связи уже было, естественно. И основная цель, как я понимаю, Совета, затем Верховного Совета по управлению губернией, было дождаться учредительного собрания, дождаться, когда большевиков скинут в Петрограде, потому что стойко было убеждение, что большевики – это маленькая кучка заговорщиков, которых очень быстро так сметут. – Думаю, что еще и не дремали в это время, несерьезно. – Да, конечно. – Развили бурную деятельность. – Начались, да, погромы, говорили, вот очень большой был погром 10 ноября в Сараполь, 11-го у нас что-то попытались, да, пьяная вятка, ничего не получилось. И 12-го ноября, это очень важная дата, у нас был создан военно-революционный комитет. И стали прибывать большевики. Из Петрограда, вот Анцелович, член ВРК Петроградского, и в конце октября прибыл с Урала с Пунды. – Ну, не только в нашу губернию, они вообще по стране начали. – Да-да-да, конечно, вот в те районы, в которых большевиков было довольно мало. И началась уже просто ураганная большевизация советов в целом и по губернии, и у нас в городе. И известно, да, время мало, но вот 25-го ноября, опять же, в Народном доме произошел съезд советов, на которых была провозглашена советская власть как раз вот комиссаром Анцеловичем. Но одно дело провозгласить, все что угодно можно было провозгласить. – А как это воплотить-то все? – Воплотить было очень сложно. Тут же был создан статичный комитет, который реализовал вообще работу всего губернского центра. Но, опять же, прибывали, и в том числе и войска. – Летучие отряды. – Да, летучие отряды, мы говорили, что человек с ружьем очень важную роль играл. И вот прибыли здесь у нас и матросы. Кстати, до этого еще землячицу Вятскому в Кронштадт кинули клич, что давайте поможем товарищам. Вот прибыли в том числе и с транспорта «Океан». И 1 декабря прошла вооруженная демонстрация. Ну, просто 106-й полк. – Вот то, что в диораме примерно. – Да, что вот в Кировской диораме. – Это все было не совсем так. – Да, слушателей пригласить в диораму, посмотреть на нее. У нас обновилась экспозиция. – Специально в годовщине, да, вы? – Да, конечно, по отзывам очень интересно, думаю, не пожалеют наши слушатели. Так вот, 1 декабря прошла мирная демонстрация 106-го полка. – Ну, постреляли, постреляли. – Ну, там постреляли совсем немножечко, вот как раз на перекрестке с Паской и Николаевской. – Ленину, то есть. – Да, Ленина, современную, как раз на полотне диорамы. И были заняты ключевые пункты. – Сколько человек-то нашествия примерно, чтобы понимать? – Ну, сказать не могу. – Численность сложно сейчас выяснить. – Да, но я, можно чуть-чуть. Вот, считается, да, официально считается день захвата власти большими, 1 декабря, но это было не то, вот это демонстрация, ничему не привела. Захватили телефон, телеграф, бан, и это водоачку ключевые, но после демонстрации, видимо, солдаты ударились отмечать это дело, народ расслабился. И тут же забастовали всеслужащие, занятые большими организациями. Поэтому тут же большие и вынуждены были убрать свои рулы из учреждений и повторно заняли их только 6 декабря. Вот, и ближе к тому, что 6 они утвердились относительно. – Не что, скорее 7 декабря, когда прибыл летучий отряд матросов, в составе которого, кстати, был знаменитый нам по недавней топонимике Дрилевский, Юрий Антонович, и они опять же заняли все ключевые пункты. Ну, интересно, Верховный Совет не перестал существовать, земство не перестало существовать. – Твоя власть. – Здесь уже даже много власти, потому что были созданы комитеты спасения революции, против тоже большевиков в Вятке и в Елабуге известны. Заседала 60-я сессия губернского земства в середине декабря. Представляете, где выступал губернский комиссар, вот тогда врач-трейтер, говоря о том, что надо с большевиками бороться середина декабря месяца. Ну, уже после этого и трейтеры, и у нас старого народника Чарушина арестовали, и уже более-менее власть в Вятке установилась как раз где-то во второй половине декабря. И затем стала распространяться по губернии. В губернии советская власть была установлена к весне 2018 года, в феврале-марте. И окончательно, если можно там, так сказать, провозглашена была 5-8 января, был первый губернский съезд совет. Уже 2018 года. Да, уже 2018 года. Насколько насильственны все эти вещи или ненасильственно происходили? Что вы говорили об этом источнике? В книге Лубян и Бастусы описан один эпизод Дмитрия Панина, что единственная вооруженная сила, которая противостояла большевикам, это был Северный Союз Охотник. Вот этих сведений больше нигде нет. Союз Охотник входил в число вооруженной дружины по охране порядок или народной милиции. Да, в октябре месяце. Когда большевики заняли часть, завела одной из управ. Это площадь нынешнего училища искусств. Вот эта изба, знаю, склады. Вот эта территория была. И большевики, и видя уже беспредел, захват, устроили, вот, да, захват заложен. Все, на штурм пошел Северный Союз Охотник. Это еще ветераны болтанских войн с ремневыми ружьями. Вот, и, видимо, история умалчивает. Сколько их было из пулемета там положено. И все-таки вот нигде больше в архивах не попадалось. Не знаю, автору книги я склонен все-таки доверять. Вот, наверное, было. Были и расстрелы без суда и следствия. Причем чужих-то и своих, в том числе и красноармейцев, за мародерство. То есть, совсем-то о бескровности уж нельзя говорить. А это потом, с началом Красного террора было расстреляно заложенников здесь. Это уже отдельная тема, конечно, безусловно. Здесь можно понимать, что у нас не было сопротивления в связи с тем, что некому было сопротивляться. Некому. Войска, 106-й пехотный полк, был на стороне большевиков. Их обещали демобилизовать, но тянули, тянули, тянули. Ну, их демобилизовал уже Верховный Совет. Мы, да, вы упомянули о том, что приезжали активно в эти дни, сто лет назад, и летучие эти отряды, и большевики, все, больше и больше становилось. А неизвестно ли, возникли отток из Вятки? Ну, просто вот люди боялись происходящего. Да, куда бежать-то там? Или невозможно было просто сбежать отсюда? Это потом уже, да. Понимаете, у нас источников очень мало. Мы можем говорить про Верхушку. В Верхушке, например, Верховный Совет после... Вот мы говорили о 7 декабря, они сбежали. Сбежали они сначала в Слободу-Дымково, затем в Слободской. И там заседали, оттуда управляли. Да, заседали они, не бежали, эвакуировались. Да, 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 там они управляли. Сменили место. Говоря о людях каких-то, да, ну, конечно, люди, которые могли себе позволить, и не бежали. А вот позвольте я, последние минуты, вот уровень, кто делал революцию, записки, мне очень интересно, попались в Верховный Совет, люди образованные средним, высшим образованием и пытались, и не смогли. То вот матросы, вот летучий отряд матросов, в частности, вот там же, в этой земской управе они жили. На входе пулемет, матросы сидели, лежали. Да, это запис и одной местной мещанки, которая ходила подавать прошение об освобождении заложников, в том числе и Алла Чарушина, который упоминался. Дальше, значит, с Аллат-Винтова матросы спят на полу, полный разгрома. На следах обоев потё и мочи и уголем отмечены орды, и выше всех там матрос поливай, который столь это рашин, столь это вершов вверх. Проводили второй этаж, на втором этаже посередине дверь, где уголем написано «Тов-А-Мандир» через «А». Это большой абинет, видимо, чей-то был раньше, огромный стол зелёного сухона, загаженный объект, и там плывшие свечи посередине, фарфоровый ночной горшок с отбитой ручкой, застывший гречневой кашей. Вот эти люди приехали делать революцию ветку. Мы говорим про верхушку, если они были таки образованы, но, к сожалению, были очень-очень далеки от народа. Вот так незаметно заканчивается время нашего разговора, хотя очень хочется продолжить. Безусловно, тут можно отступать, ответвляться, подискутировать, а могло бы быть иначе в том числе. Ну вот такой экскурс на 100 лет назад мы сегодня совершили в честь февральской революции, октябрьской революции 1917 года. Мы подумаем, что мы ещё можем по этому поводу интересному преподнести нашим слушателям. Благодарю наших гостей. Евгений Питунин, историк, краевец, руководитель музея ВИАТГУ. И Павел Шарабаров, кандидат исторических наук, доцент, зав. научно-исследовательским сектором Кировского областного краеведческого музея. Всего доброго, спасибо. Спасибо, до свидания. Я уж не такой.